Эфир телеканала Ноябрьск 24 продолжает актуальное интервью и сегодня у нас в гостях руководитель ноябрьского центра ветеринарии Владимир Труханкин. Владимир Иванович, здравствуйте. Добрый день. Владимир Иванович, сколько существует уже наш ноябрьский центр ветеринарии? Ну, наш ноябрьский центр ветеринарии существует с 2009 года, а свою историю вообще ветеринарная служба города ведет с 1983 года. Вот так вот. Да. Хорошо, то есть ее просто как-то переназвали у нас? Да, да, да. Переформатировали в 2009 году, была реорганизация и назвали вот уже так. Ага. До этого как он назывался? Городская станция по борьбе с болезнями животных. Кстати, до сих пор вот это название, вы знаете, в поисковиках встречается. Скажите, сколько специалистов сейчас задействовано в центре? Ну, у нас центр объединяет не только город Ноябрьск, город Муравленко, Губкинский и Таркасале, то есть практически весь Пуровский район. Ну, вот общее количество ветеринарных специалистов у нас порядка 40 человек. Порядка 40 человек, да? То есть к вам, в принципе, ездят со всех окрестных? Нет, не совсем. У нас в каждом городе как бы свое подразделение есть, а в Ноябрьске ветеринарных специалистов порядка 20 человек. То есть в разных как бы отраслях задействованных спектр. Хорошо. И с какими заболеваниями животных встречают специалисты ваши наиболее часто? Какие наиболее распространены? Ну, всевозможные заболевания распространены. Но на сегодняшний день очень большую актуальность получает это онкологические заболевания. Заболевания мочеполовой системы. То есть неправильное кормление, некачественные корма как бы дают о себе с течением времени знать. Либо животные уже, скажем так, с раннего возраста предрасположены к этому. Но очень много идет, конечно. Очень много. Кстати, вот интересно, вы момент затронули. Корма. Бытует мнение, что, в принципе, корма премиум класса, сухие, они могут заменить вообще всю линейку, то есть каких-то естественных пищевых продуктов настоящих. Скажите, вот ваше мнение специалиста, это правда? Ну, заменить они естественно могут, только нужно кормить правильно. Животное не перекармливать. У него всегда должен доступ быть к чистой питьевой воде. И желательно, если вы кормите уже конкретно сухим кормом, то и держать его на сухом корме. А у многих владельцев поступают как? Кормят и сухим кормом, и кормят влажным кормом, и потом еще со стола дают. В итоге это потом накапливается в очень, скажем так, неприятные вещи. Почему? Потому что сухой корм, он уже сбалансирован по всем микро-макроэлементам. Он идет по полувозрастным группам, он идет по возрасту, он идет по заболеваниям. То есть там уже производитель, как бы, под каждое, скажем так, действие запланировал определенную линейку корма. А вот мокрые корма или паштеты, это вообще, насколько это натуральный продукт? Или в каждом случае по-разному? Ну, это сложно отвечать, насколько это натуральный продукт, это нужно производители спрашивать. Но вы бы советовали, то есть, периодически давать? Я советую всем кормить хорошими, качественными кормами, независимо от того, мокрые они или сухие. Премиум класс, так называемые, да? Да. Хорошо, вернемся снова к центру. Какие методы диагностики заболеваний, какие возможности вообще есть у центра? Ну, на сегодняшний день у нас идет УЗИ-диагностика уже, в принципе, несколько лет. Сейчас начинаем более активно работать по биохимии крови, по гематологии крови, по биохимии мочи. В перспективах на ближайшее будущее, скажем так, мы готовим отдельный вообще корпус клинический, потому что нам отдали здание рядом стоящее. Мы хотим сделать там полностью поликлинику для животных. Там уже будет предусмотрен рентген. Но рентген, скорее всего, будет уже в следующем году, потому что оборудование дорогостоящее, это не так все быстро покупается. Я так понимаю, что сейчас рентген вообще не сделаешь животным в ноябрьске? Нет, да, не сделаешь. А как-то животных направляют в другие города? В Сургут. В Сургут ближайшее место, да. То есть вы, ну, сотрудничаете с коллегами? Планируем. Сейчас мы готовим кабинет непосредственно, потому что просто так рентген не поставишь, да, для него нужны определенные технические условия, да. То есть мы заказали проект, мы сейчас сделаем ремонт этого кабинета. На следующий год планируется, если все будет нормально, не будет никаких уж чересчур сильных кризисов и так далее, приобретение самого рентгенаппарата, потом получение лицензии, потом уже только осуществление деятельности. Потому что это вид деятельности лицензируемый, человека нужно обучить, нужно пакет документов определенный и так далее. То есть это долгий процесс, небыстрый, требующий больших капиталовложений. Понятно. Скажите, у какого уровня специалистов сработают с Андреем? Ну, практически все с высшим образованием. С высшим образованием. А получают его в ветеринарных вузах? В ближайшие где он находится? Ну, ближайшие у нас Тюмень, получается, в Тюмени сельскохозяйственная академия, там ветеринарный факультет. В Екатеринбурге есть тоже ветеринарный факультет. А непосредственно, как бы, ближайшие по направлению, что именно ветеринарный вуз, это Челябинская область, город Троицк и город Омск. Это именно там были с советских времен профильные ветеринарные институты, где обучали только ветеринаров и зоотехников. Ну, в общем, советуйте. А то вдруг у нас сейчас выпускники смотрятся. Есть Москва, есть Санкт-Петербург, в Москве академия считается центральной по России, в Санкт-Петербурге институт ветеринарный, в Казани ветеринарный институт есть. Это вот именно старые вузы, которые еще, как говорится, были испокон веков. Ну, вы считаете, что здесь, как и, так сказать, в медицине для людей необходимо высшее образование в любом случае? Ну, конечно. Почему? Я так кланю. Просто сейчас даже по ноябрьску есть много ветеринаров, или, по крайней мере, людей, выдающихся за ветеринаров, которые проводят приемы на дому или в необорудованных офисах, там, без каких-то технических средств. Но, тем не менее, оказывают услуги за деньги. Скажите, как вообще отличить настоящего ветеринара от настоящего? Ну, давайте начнем с того, что, согласно закону ветеринарии Российской Федерации, частная ветеринарная деятельность подлежит регистрации. То есть специалист в области ветеринарии, прежде чем начать заниматься данной деятельностью, должен оформить свидетельства индивидуального предпринимателя, зарегистрироваться в службе ветеринарии Малоненецко-автономного округа, и после этого только осуществлять свою деятельность. Почему? Потому что он обязан отчитываться нам о вакцинациях, которые он проводит. А лечения, конечно, нет, это его уже, как говорится, дело. И человек, когда приходя со своим животным к данным специалистам, скажем, да, он вправе потребует все эти документы. Если они присутствуют, то вопросов нет. Если их нет, значит... То есть нужна какая-то определенная лицензия на осуществление ветеринарной деятельности? Регистрация. Регистрация, да? Да, да. Она дается бессрочно. При регистрации специалист предъявляет свой диплом о ветеринарном образовании. То есть в любом случае она нужна? Конечно, да. Этот диплом проверяется, действительно человек учился или нет, и только после этого осуществляется регистрация. Скажите, некоторые владельцы животных сами пытаются ставить диагноз и лечить своих питомцев. Вообще, насколько это разумно? Лучше сразу к вам идти при любых проявлениях болезни? Ну, и медики говорят, да, все как бы, и история говорит о том, чем раньше диагноз будет поставлен и будет поставлен правильно, это 90% успеха лечения. Когда, естественно, обращается поздно, когда уже процесс патологически затянулся, когда были приняты методы самолечения и так далее, то иногда и помочь уже довольно-таки очень-очень сложно, иногда просто невозможно. Почему? Потому что все прекрасно сейчас понимают, ни один антибиотик даром не проходит, да? Неправильно применили, процесс заглушили, вроде полегчало, оставили, потом идет рецидив, потом уже этот антибиотик не помогает, надо что-то сильнее, это подбор, это время, а время иногда играет решающую роль. Это так же, как у людей, да? Вот все знают, Малахов есть и так далее, и так далее, да? Есть же такая поговорка, да? Там, где заканчивается медицина, начинается Малахов, там, где заканчивается Малахов, начинается медицина. Поэтому невозможно на сегодняшний день, начитавшись с интернета, да, полноценно эффективно лечить животных. Ну скажите, вот приближается период отпусков, и вообще что необходимо знать хозяин, прежде чем отправиться в отпуск? Ну в первую очередь, чтобы отправиться в отпуск, нужно, чтобы животное было привито против бешенства. Это самое главное. Вот. Если животное прививается ежегодно, то есть вакцину нужно делать не менее, чем за 14 дней до предполагаемого отъезда. Если же первично животное прививается, то не менее, чем за 21 день до предполагаемого отъезда. Почему? Потому что проходит какой-то определенный период? Есть определенные наставления, которые идут вакцины, есть определенные ветеринарно-санитарные правила, то есть это тот момент, когда вырабатывается стойкий иммунитет к бешенству. Если же люди едут по странам таможенного союза, это Белоруссия, Казахстан, да, то нужно учитывать еще тот фактор, что есть таможенное соглашение о перемещении подконтрольных грузов. Там не только бешенство уже звучит, там уже звучит определенный перечень болезней, против которых животные должны быть привиты. Поэтому, кто собирается ехать в отпуск, лучше перезвонить, уточнить еще раз, чтобы потом не было неприятностей. То есть по происшествию, например, определенного периода, скажем, 21 день, выдается справка? Ветеринарное свидетельство, да. Ветеринарное свидетельство, да. И сколько срок его действия? Срок действия в течение 5 дней до момента отъезда. Если успели в этот период уехать, то вопросов не возникает. Если они уехали, то тогда придется оформить повторную. А так до конца пути следования. А повторно она оформляется, нужно ставить еще прививку? Нет. Прививка ставится один раз в год. Один раз в год, да. Да, бешенство. Понятно. И я так понимаю, что если выезд за рубеж, не ближний за рубеж, а куда-то дальше, то же самое есть? Значит, это то же самое, да. Там идут отдельные правила. Нужно в первую очередь владельцу животного узнать требования той страны, куда он хочет въехать. Потому что во всем мире у каждой страны свои ветеринарные требования к ввозу живых животных. И уже в соответствии с этими требованиями проводить определенные процедуры. Скажите, а сейчас вот весна, какие заболевания наиболее часто встречаются в это время года? Ну, в это время года из, скажем так, неинфекционных заболеваний часто встречаются. Это начинается обострение у нас стригущего лишая. Начинается у нас, ножка приигрывает кошки, начинает и на это ядрозом болеть. То есть из инфекционных, как правило, весной у нас идет обострение бешенства среди животных. То есть в дикой среде, как правило, у нас вирус бешенства постоянно циркулирует. Почему нужно и прививать животных? Потому что лес у нас вокруг, звери дикие, сами видите, забегают. А бешеное животное, если оно пробежит по улице и так далее, оставит свою слюну, то есть патогенность вирус долго сохраняет. А в какое время лучше делать прививку от бешенства? В любое. В любое? В любое. От времени года не зависит. Самое главное вовремя. И потом уже в следующий год в это же время? Животных нужно начинать вакцинировать от бешенства, начиная с трех месяцев и потом раз в год держать стойкий иммунитет в вакцинации. Скажите, а как часто бешенство встречается у бродячих, скажем, собак? У бродячих собак вам никто не может сказать, как часто бешенство встречается. Почему? Потому что, чтобы установить подтверждение на бешенство, нужно отобрать определенный пат материала и отправить в лабораторию на исследование. А это ближайшее у нас только Тюмени, Омск. А безнадзорными животными, как правило, этим никто не занимается. И вообще, если уж так разбираться по овецам правилам, если нету никаких признаков и подозрений, их даже запрещено вскрывать. Вот как, да? Да. Потому что может быть скрытая форма, а человек, кто будет это делать, подвергает себе, естественно, риску. Она заразна для человека? Конечно. Летальная. Если вовремя не оказать нейтрабическую помощь. Это 40 уколов в живот или сейчас уже... Сейчас уже другая схема, идет там, идет 6 вакцинаций, она потом держит, если не ошибаюсь, 2 или 3 года иммунитет. Ну, тем не менее, все равно. Кстати, а что вообще вы думаете о проблеме бродящих животных? Как вот вы считаете, как профессионал, специалист, что с ними следует делать? Как решить проблему? Тут много мнений. И однозначного решения, скажем так, нет. Естественно, их нужно изымать из этой среды, нужно передерживать, нужно кого, возможно, пристраивать. Если есть определенные, скажем так, показания, либо противопоказания к тому, что животное не будет социально адаптировано, либо имеет какие-то заболевания, скажем так, которые неизлечимы, ну, тут уже, естественно, как бы стоит делать выбор в определенную сторону. Ну, а так весь мир, как бы, идет по пути того, чтобы гуманное отношение к животным. Стерилизация? Стерилизация – это как один из способов регулирования численности животных, но он не даст стопроцентного эффекта. Должен быть комплекс мер идти. Ну, видите, как правило, такие вещи за рубежом, они делаются на гранты, они делаются на пожертвования и так далее. У нас пока вот такого нету еще. Ну, какие-то любительские, конечно, есть все равно общества? Ну, любительские есть, да, но их не хватает, как бы все идет в сторону государства, но… Пока нет так определенного закона, да? Да. Хорошо. А вообще много в ноябрьске любителей животных? Вот много у вас пациентов и клиентов? Да хватает много. Хватает? Ну, практически, ну, не в каждой, конечно, семье, ну, может, через семью, да. То ли попугайчик есть, то ли хомячка кто-то держит, кто-то черепашку, кто-то рыба, кто-то кошек, кто-то собак. А какое самое экзотичное животное у вас было на приеме? Ой, ну, самое экзотичное, я не знаю даже какое, все были уже. Маленькие лошадки были, знаете, вы сейчас из моды не поняли. Ну, маленькие лошадки-то мы их на выезде как бы смотрим-то, они есть. А так к нам приносили и уган, приносили, и удавов приносили, обезьяны были, и медведи были. Обезьяны были? Да. Был у нас давненько, правда, уже приезжал цирк, у них обезьяна заболела, они приходили к нам. А у вас есть животное дома? У меня есть. А какое есть на секрет? Ну, у меня не одно. Не одно? Не одно. Собаки и кошки? И собаки и кошки. Владимир Иванович, спасибо, что сегодня пришли к нам и ответили на наши вопросы, было интересно. Спасибо вам тоже. А я напомню, что сегодня у нас в гостях был руководитель Ноябрьского центра ветеринарии Владимир Труханкин. До свидания.